Всем привет, друзья! Сегодня хочу с вами поделиться рецептом приготовления супер бойлов, которые никогда не оставят вас без рыбы на рыбалке. Вот такие вот замечательные бойлы получаются. Они... у них структура такая прыгучая, как бы, но и в тот же момент они достаточно плотные. То есть они не разваливаются и хорошо стоят в воде. Здесь нет ничего лишнего. Все ингредиенты можно легко достать, и они доступны там в магазинах. Но единственное, есть один секретный ингредиент, который необходимо добавить для того, чтобы получились именно такие вот пружинищие бойлы, чтобы они не каменели, а оставались, как бы, такие, можно сказать, чуть резиновые, что ли, да? Вот. Обязательно досмотрите этот видеоролик до конца. Я расскажу все подробно, что необходимо добавить. Рекомендую каждому, кто увлекается карповой ловлей, обязательно попробовать приготовить эти бойлы по моему рецепту. Итак, первый ингредиент, который нам понадобится для изготовления бойлов, это дробленый горох, перемолотый в блендере. И здесь я уже смешал горох с перемолотым жмыхом. Жмых, на который я обычно ловлю, это клубничный лакомка. На него отлично просто берет сазан. Вот. Поэтому я решил его размолоть в блендере тоже и смешать с горохом. Где-то я посмешал 50 на 50. Здесь 300 грамм общая масса. Так, следующее. Это кукурузная мука. Ну, ее можно купить вообще абсолютно в любом магазине. Продуктовом там или в супермаркете, магните, пятерочке. Вот. Здесь 200 грамм кукурузной муки. Дальше идет мука цельнозерновая. Не обычная мука, которую там используют обычно для выпекания хлеба, а цельнозерновая. В ней присутствуют отруби. Вот. Ее 100 грамм. И последний секретный ингредиент, без которого не получится бойлы. Ну, вернее, не получится, но они не будут такие пружинищие. И не будут долго стоять в воде. Вот. Этот ингредиент, это желатин. Его надо будет сейчас залить водой. Пока все буду мешать, он будет стоять набухать. Вот. Желатина здесь 20 граммов. Все. Сейчас буду все смешивать. Замешивать тесто. Замешаю желатин. И желатин буду замешивать в сахарном сиропе. Размешаю пару ложек столовых ложек сахара. И замешаю это в желатине. Также еще понадобится соль. Где-то граммов 10 соли надо будет на общую массу. Так, здесь у меня сейчас размешано в горячей воде 3 столовые ложки сахара и пол столовой ложки соли. Заливаю сейчас этой водой желатин. И пока сейчас буду размешивать остальные ингредиенты. Он будет стоять набухать. Так, берем блюдо. Вот такое. У меня такая гастроемкость. Чтобы было удобно в ней перемешивать. Вот. И засыпаем сначала. Отправляем туда наш горох перемолотый. С перемолотым жмыхом. Жмых я уже говорил, что у меня клубничный. И за счет того, что жмых клубничный, он придаст аромат нашим бойлам. То есть они тоже получатся клубничными. Теперь отправляем муку цельнозерновую. И кукурузную муку. И теперь вот так вот все это перемешиваем. Чтобы получилась однородная масса. Отлично. Сейчас теперь надо будет дождаться, когда размокнет наш желатин. И буду потихонечку добавлять. И замешивать уже, чтобы получалось тесто. Желатин уже полностью растворился. Теперь можно заливать его сейчас в нашу смесь. Теперь заливаем наш желатин. Растворенный в воде. И начинаем вымешивать тесто наше. Регулируем крутизну теста водой. Добавляем немножечко воды, просто обычной. Просто обычной воды добавляю немножечко. И вымешиваю. Вот такая консистенция получается. Сейчас надо будет дать ему полежать минут 10-15. И потом будем накатывать уже бойлы. Наше тесто постояло. Теперь можно уже начинать закатывать сами наши бойлы. Отрываем вот такой небольшой кусочек от нашего теста. Формируем шарик. Катать будем руками. Специальной машинки у меня нету для закатывания бойлов. Поэтому все просто. Берем вот такой небольшой кусочек теста, шарик. И раскатываем его в колбасу. Вот. Раскатали колбасу. И начинаем нарезать примерно на равные части нашу колбасу. Вот. Нарезали. А потом ручками вот такими вот движениями, как в детстве делали. Получается вот такие вот у нас аккуратненькие шарики. В принципе ничего сложного. Просто немножечко такая монотонная работа. По-быстрому надо накатать. Конечно, машинкой было бы намного удобнее. Ну, специально закаточной для бойлов. Ну, и так тоже можно. Мне, в принципе, здесь большие объемы не нужны. Для себя вполне можно руками накатать. Так, ну вот. Получается. Все. Тесто, которое у меня было, я все бойлы выкатал. Сколько здесь штук получилось, не знаю. Я не считал. Но по весу у меня получилось где-то 600 грамм. Ну, сколько я замешивал вот этого теста на бойло. Вот. Потратил буквально, не знаю. Ну, минут 10, может быть, я посидел все это покатал. Зато какой результат, да. То есть этих бойлов хватит достаточно на большое время. Все. Теперь сейчас они постоят еще минут 10-15. Сверху немножечко подсохнут. И я отправлю их в микроволновку. В микроволновке их еще, ну, где-то на средней мощности. Секунд 100, может быть, 120. Вот так вот на микроволновке их подержать. И потом достаю и оставляю их сушиться на 24 часа. И бойлы уже будут готовы. И можно будет на них уже ловить рыбу. Так, и теперь отправляем в микроволновку. Вот что у нас получилось из микроволновки уже. Так. Теперь надо им еще будет постоять немножечко. Так, ну вот, друзья, такое количество бойлов у меня получилось. Не знаю, сколько здесь штук, я их не считал. Ну, а все про все у меня ушло где-то, наверное, часа полтора времени. Если видео вам понравилось, обязательно поставьте лайк этому видео. И если вам интересно будет испытание этих бойлов, то подпишитесь на канал, чтобы не пропустить следующее видео. Потому что в следующем видео я уже поеду испытывать эти бойлы на рыбалке. И покажу вам, как на них будет клевать сазан. На этом у меня все. Всем спасибо за просмотр. Всем пока. Пока.